Как бы правильнее начать? Понятно, неудовлетворительный результат – это главный итог сегодняшнего матча. Ничья на своем домашнем стадионе, конечно, для нас это неудовлетворительный результат. К сожалению, не было сегодня огня, страсти, воодушевления, вдохновения в игре. Мы начали игру с первых минут в академичном режиме. Соперник, понятно, особо не претендовал на то, чтобы по ходу игры вести позиционные какие-то атаки. То есть организованная команда Вительска, мы это видели в последних матчах их при анализе и подготовке к матчу. Поэтому, естественно, что есть группа футболистов у соперника, которые могут проводить быстрые встречные атаки. И, в принципе, они и искали свои шансы в этих быстрых атаках. Ошибка привела к взятию ворот. Естественно, что 0-1, но, еще раз говорю, предшествовала этому голу наша неубедительная игра и малосоздание голевых ситуаций. Поэтому, в целом, пришлось, еще раз говорю, в первом тайме уже искать какие-то пути усиления игры. Пришлось сделать замены, причем тройную замену. Но эта ситуация в какой-то степени должна была, на мой взгляд, встряхнуть команду. Потому что, конечно же, и я был неудовлетворен наш тренерский штаб теми действиями, которые были на футбольном пуле. А когда счет стал 0-1, естественно, что уже сама ситуация вынуждала что-то менять в игре. Мы остались при той же тактической расстановке. Единственное, что, да, произвели тройную замену, чтобы те ребята, которые вышли каким-то образом, все-таки усилили наш атакующий потенциал. Нельзя сказать, что во втором тайме мы прям так существенно преобразились и прям рисунок игры поменялся. Но, тем не менее, стали у нас получаться какие-то фланговые подачи. Да, особенно это касается левого фланга, где и Рай Лопес, и потом Матвей Михарин вышел уже в концовке второго тайма, стали доставлять мяч в штрафную. Ну, естественно, что кое-какие моменты стали появляться. Забили гол после стандартного положения. И, наверное, ключевым моментом в игре были два стандартных положения вблизи, два штрафных вблизи ворот соперника. Но здесь есть момент исполнительского мастерства также. Я всегда ребятам говорю, выше бить нельзя, надо попадать в створ ворот. Пускай даже удар может чуть слабее получится, он будет менее акцентированный, но надо попасть в створ ворот. Потому что если мяч уходит выше ворот, это в пользу соперника. Ну, а так, еще раз говорю, неубедительная игра, и команда это чувствует. Я сейчас ребятам раздевалки сказал об этом, что нам надо подумать, подумать и принимать какие-то меры для того, чтобы, конечно, улучшать свой атакующий потенциал, увеличивать свой атакующий потенциал. Коллеги, будут ли вопросы? Ну, это уже само собой подразумевает эта ситуация. Я же еще раз говорю, когда тренеру приходится искать какие-то пути усиления игры, естественно, что такой момент есть, поэтому здесь, я думаю, что и не исключение. Замена Атеолы. Имея, скажем так, на скорлете поле опытных подстрелов, у Черняка выпускается Михарина. Сейчас связан такой выбор. Ну, это опытные футболисты. Здесь, я скажу так, что сама игра была таким образом уже в концовке второго тайма складывалась, что Витебск оборонялся в низком блоке, да, возле своей штрафной нам нужны были фланговые подачи. А Матвей Михарин хорошей передачей с левой ноги обладает. То есть, по сути, я в какой-то степени пошел на определенный, скажем, риск, да, выпустил полузащитника левоногого, да, и плюс Рай Лопес у нас с левой ноги. То есть, они с левого фланга, один и второй уже целенаправленно было задание дано доставлять мяч в штрафную площадь, для того, чтобы оказывать давление после фланговых подач. Только таким образом мы могли, еще раз говорю, какие-то моменты создать. – Михаил Крутов, Белорусский был. Сегодня в заявке отсутствовал Владислав Васильев. С чем связано? – Владислав Васильев, да, в заявке отсутствовал. Здесь, во-первых, конкуренция у нас в команде, да, и несколько дней назад Влад покинул тренировку из-за боли в пятки, вот поэтому с этой точки зрения мы решили поберечь его здоровье, но дальше будем думать, что у него там со здоровьем, и будем принимать решения, когда он вернется в строй. – Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. – Владимир Михайлович, дай микрофон. – Сергей Фоминский, кандидат, архитрация КПО. Скажите, вот эта тройная замена, все-таки она больше на эмоциях была, или уже, условно, после этого года Гурданяна, как-то концентрирована? – Ну, а что значит на эмоциях? Вот, чтобы ваше понимание, замена тройная на эмоциях. – Ну, это вам кажется, замена, я же еще раз сказал, что мы с первых минут не играли так, как нам хотелось, не было огня, вдохновения, удушевления, поэтому я уже принимал это решение по ходу первого тайма, намного раньше, чем случился гол в наши ворота, поэтому еще раз говорю, с первых минут мы играли не с тем азартом, не с тем огнем, как нам хотелось бы, поэтому была бы моя возможность, вернее, воля, скажем так, и возможность, я просто, чтобы психологически ребят, скажем так, не убивать, как говорится, да, вот здесь, но тоже надо смотреть, если уж совсем ничего не меняется, но, естественно, что я принял решение уже намного раньше сделать эту тройную замену. – Еще вопрос, Владимир Владимирович, как вам сегодня действо Трофима Мельниченко? – Ну, Трофима Мельниченко пропустил очень много, да, понятно, что у него желание огромное, молодой парень, он выходит, вот как раз-таки, он-то с горящими глазами, да, но он пропустил много, и видно, что еще немножко, немножко, во-первых, кондиции, да, мы еще видим в тренировочном процессе, что немножко не хватает, ему, конечно, еще функциональное состояние не на лучшем, как говорится, уровне, да, ну и плюс второй момент, естественно, что, играя за молодежную команду в прошлом году, он ярко выглядел, но, понятный уровень сопротивления все-таки высшей лиги уже, ну, давайте возьмем того же защитника Наумова, да, опытного парня, который играл и здесь, и в Минском Динамо, и в сборной национальной играл, и в Казахстане проиграл, конечно, противодействовать опытным защитникам таким не так просто, но, в целом, его желание, старание, оно в какой-то степени меня порадовало, но, естественно, более качественной игры жду от всех нападающих, от всех, абсолютно. Будут ли еще вопросы? Тоже вы о своем спичи сказали, что был разговор о с Девалки, но он был все-таки очень долгим. Скажите честно, разговор был на повышенных командах с командой? Нет, абсолютно спокойно.